В торгово-развлекательный центр «Замок» поехали в выходной день для того, чтобы Антон посмотрел, что такое каток, и попробовал проехать на коньках. Однако, к сожалению, из-за большого количества людей и желающих покататься на коньках, была огромная очередь на каток. Фудкорт и ближайшие рестораны к катку и кафе тоже были переполнены людьми. Мы попытались пройти в детскую зону динозаврия, но и там нас ждал сюрприз. Оказалось много народу, и единственный тариф был для детей, который безлимитный, и за 22 рубля. Никаких тебе получасовых, часовых тарифов для деток не было, хотя, в принципе, это логично бы было. При этом вокруг детской зоны игровой стоит такой шум дикий, потому что вокруг нее расположены игровые автоматы для детей постарше. Единственным плюсом посещения этого торгового центра, замок, оказалось наличие красивой новогодней фотозоны с очень шикарной елкой, почтой Деда Мороза. Живого Деда Мороза, как в Титане, правда, здесь не было. И не было бланков возле почтового ящика Деда Мороза, в которых нужно было указывать свои контактные номера. В почтовый ящик здесь бросают письма и открытки заранее подготовленные, все желающие, кому это интересно. Вот. Поэтому, если вы хотите побывать в торговом центре замок, не только для красивых фото и видео в новогодней фотозоне, но и хотите с комфортом пообедать там или поужинать, покататься на коньках, то посещение торгового центра замок, наверное, лучше планировать в будний день. Или в выходной день, но до обеда, наверное, с утра будет там поменьше людей. Ссылка на видео с новогодней фотозоны в торговом развлекательном центре Титан будет под этим видео. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok